Режим самоизоляции в Тюменской области постепенно смягчается. По слаблению особенно рады тюменские воркаутеры. Теперь можно тренироваться во дворах, а современные турниковые комплексы есть почти в каждом. Я счастлив, что хоть как-то наша вся фитнес-индустрия, спорторганизаторы, те люди, которые занимаются спортом, благодаря вот таким вот постройкам, спортивным площадкам, они могут хоть куда-то выйти. Представьте, если бы не было даже вот таких площадок, которые я еще предусмотрел 4 года назад в городском паспорте проекта, которые начали реализовываться. Ну, они очень рады. И начали вылазить побочные, так скажем, небольшие проблемы. Это, например, по обслуживанию, по насыщенности, по размерности. То есть, как бы, нужны какие-то поправки, корректировки. И, конечно же, нужно придавать внимание в такой ситуации этим площадкам, чтобы люди выходили и действительно комфортно их задействовали. И тем не менее, все равно рано забывать об осторожности. И о медицинской, связанной с пандемией. И о той, что кроется в травмоопасности, которая может возрасти после пары месяцев физического простоя. Сейчас люди выходят и, не зная, что делать, запрыгивают на площадки. Я уверен, что их не больше, чем на две недели хватит. И потом они скажут, нет, сама изоляция все-таки хорошо, я пойду полежу дома. Чтобы этого не произошло, нужно плавно и потихонечку начинать тренироваться. Нужно делать легкие упражнения, знать свой организм, понимать, к чему вы вообще расположены. И потом потихонечку наверстывать и улучшать свои качества и показатели. Если в период самоизоляции вы твердо решили, что со спортом вам по пути, можете смело начинать оттачивать технику и прокачивать, в прямом и переносном смысле, свои умения. Но специально для вас один из самых известных воркаутеров страны подскажет, как все сделать правильно. Чем больше сил в человеке, тем больше мы можем разнообразить. Потому что, например, вот таким вот образом подтягиваться может абсолютно не каждый. Это очень сложно. Делают, знаете, ошибку вот так. И засовывают голову. Нужно провалиться вперед и подтянуться. Обычные подтягивания это заводим подбородок, касаемся горлом турника. Вот такими способами мы тренируемся. Если битва с турником пока дается непросто, то можно к ней подготовиться. Отличное подспорье для этого – брусья. Такой тренажер тоже можно найти практически в любом дворе. Брусья многие любят больше, чем турник, потому что они чуть легче и интереснее всегда тренироваться. Опускаемся 90 градусов и поднимаемся. 90 и вверх. Если вы хотите сделать акцент на грудные мышцы, то можно, конечно же, опускаться ниже. То есть глубже, туда. И вверх. И вверх. И вверх. То есть, соответственно, здесь вы прокачиваете 90 градусов только трицепс. И на соревнованиях вам это поможет. Кто хочет проработать еще и грудные, опускаемся ниже, грудными поднимаемся и потом включается трицепс. Таким образом мы можем прокачивать себя на брусьях. Тюменские поклонники уличного спорта – люди активные и в городе узнаваемые. Все благодаря тому, что редкое мероприятие проходит без их участия. Сейчас активности как таковой мало, но от своих планов мехнин и компания не отказываются. Сроки все отодвинулись. У нас такие грандиозные проекты. Я еще до начала всего этого, то есть происходящего во всем мире, сидел и говорил своей команде, что, ребята, нас ждет очень масштабные проекты. Это действительно за много лет, которые вот мы двигаемся, то есть этого ни разу не было. Все, я говорю, я так был замотивирован. И в один прекрасный день все изменилось. И, соответственно, у нас все отодвинулось. Но я уверен и надеюсь, что мы все равно зацепим этот сезон. Сейчас прослабления будут, и они будут значительные, я в этом уверен, потому что погода, так скажем, она прям, ну вот, призывает идти на улицу и двигать. Как только нам разрешат хотя бы до 50 человек проводить мероприятие, мы будем просто делать это чаще. А вместе с непосредственной деятельностью в планах Сергея – продолжение работы по улучшению инфраструктуры для воркаута. Тюмень – город спортивный, спору нет, но площадок хотелось бы все-таки больше. На самом деле, я считаю, что для Тюмени у нас спортивных площадок недостаточно, потому что их у нас 273. Всего 273 на наш, так скажем, большой обширный город. То есть в каждом дворе практически мы, конечно, в новых дворах часто видим. А в старых дворах, которые требуют благоустройства в будущем, то есть мы тоже видим, что туда потихонечку заходят по списку, и благоустройство идет полным ходом. То есть в этом году около 8 спортивных, даже около 19 маленьких разных спортивных площадок в целом в рамках благоустройства в Тюмени будет.